Полицейская служба Полицейская служба Примерным исполнением своих служебных обязанностей, причем об этом докладывались не они и их руководство, а сами граждане, которые, так сказать, документировали происходящее на свои телефоны, а потом со словами благодарности выложили видео в социальные сети. Эта семья в праздничную ночь решили по-быстрому съездить в аптеку, оставив дома троих детей, однако по-быстрому не получилось. Автомобиль заглох и не хотел заводиться. Проезжавший патруль полиции поинтересовался у граждан, что случилось, и, войдя в положение, оказал помощь. Оставили трое детей с мамой дома. Одна младшая, вообще маленькая, 10 месяцев, хотели 15 минут доехать. А вот так получилось, что машина сломалась. И сотрудники незамедлительно остановились, помогли нам. Огромная благодарность хотим выразить. Помогли стражи порядка и автолюбителю. В Ильийском районе, где к патрульным с просьбой оказать техническую помощь, обратился водитель Лады Гранта. Мотор не хотел набирать рабочие обороты. Хорошее знание материальной части авто, что является обязательным для каждого полицейского, помогло им отремонтировать машину. А имеющийся у каждого экипажа набор инструментов помог в ремонте. Не оставили без помощи и водителя в Толгарском районе. У его Мерседеса закончилось топливо. Сиротливо стоявший автомобиль привлек внимание полицейских, которые, узнав у замерзшего водителя, в чем дело, на сцепке отбуксировали транспортное средство на заправку. Признательный мужчина позже написал письмо, в котором благодарит сотрудников роты патрульной полиции Толгарского района. Наша прямая задача – оберегать покой граждан. Для этого ежедневно проводится огромная работа. Помимо раскрытия преступления, наши сотрудники готовы оказать любую помощь, оказавшуюся в беде гражданину. В случае, если с вами что-то произошло, и вы не можете решить проблему самостоятельно, и неподолеку есть наряд полиции, вы можете обратиться к ним за помощью. И они обязательно сделают все, что в их силах. Внимательность полицейских в Ковшигае помогла спасти жизнь, патрулируя свой участок. Под мостом они заметили человека, находящегося без движения. Как выяснилось позже, он направлялся на дачи, принят для согрева 100 грамм. Однако сил не рассчитал. Оставшись на морозе, он получил охлаждение организма. Не заметиво полицейский, итог мог быть гораздо плачевнее. Начавшийся Новый год практически ежедневно омрачают сводки о дорожно-транспортных происшествиях. Несмотря на предупреждения экстренных служб, граждане отправляются в дорогу, которые природные метаморфозы превращают то в гололед, то в квест с сильным туманом и снегопадами. Свыше 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими зарегистрированы в Алматинской области уже в этом году. В Талдыкургане ежедневно по улицам передвигаются тысячи автомобилей. Водители некоторых из них создают аварийные ситуации, которые зачастую приводят к ДТП. Зимой эта ситуация значительно ухудшается. В связи с имеющимися гололедными явлениями на отдельных участках автодорог Алматинской области резким изменением температурных значений просим всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, а также приоритет движения, предписанных дорожными знаками. Планировать свои поездки в светлое время суток, воздержаться от поездок по автодорогам в зимнее время, подвергающиеся снежным параметрам, буранам и метельным явлениям. Основными причинами совершения дорожных транспортных происшествий на сегодняшний день являются несоблюдение скоростного режима, несоблюдение дистанции, несоблюдение требований дорожных знаков. В связи с чем просим всех жителей Алматинской области, всех гостей соблюдать правила дорожного движения. Основные причины ДТП это низкая ответственность водителей на дорогах, превышение скорости и опасные маневры. Водитель этого автобуса грубо нарушив правила проехал на красный сигнал светофора. Добропорядочные граждане, зафиксировавшие происшедшее, тут же выложили запись, ну а полицейские в свою очередь оштрафовали нарушителей. Провоцируют дорожные происшествия и пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте. Зимой автомобиль просто не может мгновенно остановиться даже на низкой скорости. На борьбу с нарушителями ПДД стражи порядка мобилизуют автоматические системы. На магистралях с интенсивным движением дополнительно установили 20 постов с камерами фото- и видеофиксации нарушений автоураган. Сейчас функционирует 46 стационарных аппаратно-программных комплексов и они ничуть не хуже известных казахстанцам камер Сиргек. С момента запуска автоураганами зафиксировано порядка 46 тысяч нарушений ПДД. Информация с установленных постов в автоматическом режиме поступает в процессинговый центр, где проходит интеграция с единым реестром административных провнушений. После чего сотрудники управления административной полиции обрабатывают данные и далее система направляет предписания о штрафах по адресам нарушителей. Пьяного шутника Пьяного шутника, инсценировавшего похищение авто, задержали в Жамбылском районе. В отдел полиции обратился 40-летний житель села Кайназар. Он написал письменное заявление о том, что неизвестный угнал его автомашину Volkswagen Golf, припаркованную перед одним из магазинов. Организовав поиск угнанного авто, блюстители порядка вскоре обнаружили его недалеко от места угона в встречном направлении. В ней мирно спал, находящийся в нетрезвом состоянии, 37-летний местный житель. Протрезвел задержанный, объяснил полицейским, что решил пошутить над своим знакомым, который беспечно оставил заведенную автомашину у магазина. Теперь мужчине предстоит отвечать не только за угон, но и за пьяное вождение. Данный факт зарегистрирован в РДР по сети 200-й часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Неправомерно за владение транспортным средством без цели хищения. Мужчине предстоит ответить за неудавшуюся шутку перед законом. Сейчас он находится в следственном изоляторе для выяснения подробностей произошедшего. Департамент полиции Алматинской области призывает вас быть благоразумными и не совершать неправомерные действия. За любой поступок придется отвечать. Без малого 70% составляет раскрываемость преступлений. Принятыми мерами установлено и задержано 308 разыскиваемых граждан. Раскрываемость тяжких видов преступлений также увеличена в разы и находится на постоянном контроле руководства Департамента области. Благодаря целенаправленной работе в регионе раскрыто 30 ранее совершенных преступлений, касающихся умышленных убийств. С этого года работа в данном направлении будет только усиливаться. Ограбление не состоялось. Подозреваемого задержали прямо на месте преступления. Вечером охранники универсального рынка Алтын-Орда сообщили в дежурную часть Карасайского РУП о том, что в находящемся на территории рынка Ломбарди сработала сигнализация. Осмотрев помещение снаружи, они обнаружили взлом входной двери и проникновение. Прибывшие по вызову инспектора патрульной полиции при осмотре помещения в присутствии хозяйки Ломбарда обнаружили в дальней комнате притаившегося за коробками мужчину, оказавшегося ранее судимым за кражу чужого имущества 32-летним жителям Восточно-Казахстанской области. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Покушение на кражу с проникновением в служебное помещение. В ходе досудебного расследования подозреваемого проверят на причастность к другим нераскрытым преступлениям. Организаторов сети незаконных онлайн-казино осудили в Алматинской области. Трех предпринимателей признали виновными в организации игорного бизнеса в Талдыкургане, Жаркенте и поселке Балпыкби. В результате оперативных мер из незаконного оборота было изъято около 70 единиц игрового оборудования. Всего подпольное казино заработало 134 миллиона тенге. Сообщается, что осужденные продвигали казино под видом легальных букмекерских контор. Талдыкурганский городской суд приговорил владельцев к четырем годам лишения свободы условно. А буквально недавно в городе Капшигае в ходе специального рейдового мероприятия пресекли деятельность казино, которое работало незаконно, не учитывая карантинных ограничений, направленных на предупреждение массового распространения эпидемии коронавируса. На момент прибытия полиции в игорных залах находилось около 60 человек. За нарушение карантинных мер владельцу казино грозит штраф на сумму более 900 тысяч тенге. Славится Капшигай не только своими игорными заведениями, но и водохранилищем, в котором обитают различные виды рыб. Именно они и становятся вожделенной добычей для рыбаков, которые в нарушении запретов в любое время года занимаются своим промыслом. В целях недопущения нарушений в этой сфере на Капшигайском водохранилище проходят регулярные рейды. Проверка проводится инспекторами природоохранной полиции совместно с представителями рыбохозяйственной службы. В результате мониторинга на водоеме в прошлом году было выявлено и возбуждено 7 уголовных дел. Составлено 68 административных протоколов. Кроме того, специалисты отрасли проводят и разъяснительную работу с населением. Рыбакам раздают памятки с правилами безопасности на льду. Строго соблюдать чистоту на озере среди рыболовов, не ездить на льду транспортными средствами. Также следует помнить о необходимости не оставлять после себя бытовые отходы. Мы призываем к бережной заботе о природе. Пранкеры и прочие интернетовские шутники уже не раз становились предметом обсуждений и разговоров. В действиях некоторых из них стражи порядка усмотрели правонарушение. Капшигайские полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который на днях решил снять пранк. Шутки ради мужчина пробежался по машине на пешеходном переходе. Тем самым совершил действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушение общественного порядка. По данному факту составлен административный протокол за мелкое хулиганство. В данный момент собранный административный материал направлен в городской суд для принятия процессуального решения. Ранее в сетях появилось видео, как мужчины разбивают лобовое стекло автомобиля. Полиция тогда выяснила, что это тоже был пранк со слов задержанных, раскаявшихся совершенным. Таким образом, они хотели привлечь к себе внимание пользователей социальных сетей, набрать большее количество просмотров и подписчиков и после этого отремонтировать за счет лайков треснувшее лобовое стекло. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok